А вы знали, что 50% людей, у которых есть сахарный диабет, понятия не имеют, что он у них есть? Как определить сахарный диабет на ранней стадии? Потеря физических сил, слабость и истощение – один из верных симптомов диабета. Постоянное чувство голода. Даже при потреблении большого количества пищи вы постоянно хотите есть. У вас постоянное чувство жажды, частое и обильное мочеиспускание, снижение зрения, порезы и раны, которые долго не заживают, рецидивирующие грибковые инфекции кожи и слизистых оболочек, покалывание или анемение в руках или ногах, жар в кистях и стопах, отечность, медленное заживление ран, постоянная хроническая усталость, судороги икроножных мышц, сухость кожи, зуд кожи и половых органов, грибковые инфекции, в том числе постоянные влагалищные инфекции у женщин. Грибки и бактерии уютно себя чувствуют в среде, богатой на сахар. Друзья, перед тем, как продолжить, приглашаю вас на мой канал «Истина». Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно не забудьте подписаться. Сахарный диабет второго типа. Причины, симптомы и лечения. Диабет второго типа – это нарушение метаболизма глюкозы, проявляющейся в снижении чувствительности тканей организма к инсулину. Нарушение усвоения глюкозы тканями и поражений разных органов и систем. В крови у пациентов с диабетом второго типа повышается уровень глюкозы. Диабет второго типа ранее называли диабетом взрослых пациентов, так как диабет второго типа чаще встречается у пожилых людей. Но увеличение числа детей с ожирением привело к увеличению случаев диабета второго типа у молодых пациентов. Снижение веса, правильное питание и физические упражнения часто могут помочь справиться с развитием диабета второго типа и остановить его прогрессирование. Если же диеты и физических упражнений недостаточно для контроля уровня сахара в крови, лечащим врачом назначаются специальные лекарства от диабета или инсулинотерапия. Что вызывает диабет второго типа? Инсулин – это гормон, синтезируемый бета-клетками поджелудочной железы, который действует как проводник, позволяющий сахару крови проникать в клетки тела для дальнейшего использования глюкозы в качестве энергии. При развитии диабета второго типа клетки не реагируют нормально на инсулин, и данное состояние называется резистентность к инсулину. При развитии резистентности к инсулину поджелудочная железа начинает компенсаторно вырабатывать больше инсулина, чтобы стимулировать клетки реагировать на инсулин и утилизировать глюкозу. В дальнейшем повышенный уровень инсулина уже не обеспечивает должную утилизацию и усвоение глюкозы тканями, и уровень сахара в крови повышается, создавая основы для преддиабета и затем диабета второго типа. Высокий уровень сахара в крови наносит постоянный вред организму и может вызвать другие серьезные проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца, потеря зрения и заболевания почек. Обмен глюкозы в организме. Глюкоза является основным источником энергии для клеток, из которых состоят мышцы и другие ткани. Использование и регулирование уровня глюкозы включает следующие процессы. Глюкоза поступает из двух основных источников – пищи и печени. Глюкоза всасывается в кровоток, где с помощью инсулина попадает в клетки. Печень далее хранит и вырабатывает глюкозу. Когда уровень глюкозы в крови низкий, печень расщепляет накопленный глюкоген, чтобы поддержать уровень глюкозы в организме в пределах нормы. Что такое преддиабет? Преддиабет – это серьезное состояние, при котором уровень сахара в крови выше нормы, но еще недостаточно высок, чтобы диагностировать диабет второго типа. Приблизительно 25-30% взрослого населения в Америке и Западной Европе страдают преддиабетом. Из тех, у кого уже есть преддиабет, более 80% не знают о его наличии. Преддиабет значительно увеличивает риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Признаки и симптомы преддиабета. Пациент может находиться в состоянии преддиабета в течение многих лет, но не иметь явных симптомов. И поэтому преддиабет часто остается незамеченным, пока не появятся серьезные проблемы со здоровьем, такие как диабет второго типа. Факторы риска развития преддиабета. Избыточный вес. Возраст 45 лет и старше. Наличие родителя, брата или сестры с диабетом второго типа. Низкая физическая активность. Менее трех раз в неделю. Наличие гистационного диабета. Диабет во время беременности. Наличие синдрома поликистозных яичников у женщин. Диабет второго типа развивается в основном у людей старше 40 лет. Но в настоящее время диабет второго типа все чаще встречается у детей и молодых людей в основном из-за широкого распространения детского ожирения. Признаки и симптомы диабета второго типа. Симптомы диабета второго типа могут быть слабо выраженными, и многие пациенты годами не замечают их. К типичным симптомам диабета второго типа относятся Постоянное чувство жажды, частое и обильное мочиспускание, снижение зрения, раздражительность и частая перемена настроения, покалывание или онемение в руках или ногах, усталость, апатия, порезы и раны, которые долго не заживают, рецидивирующие грибковые инфекции кожи и слизистых оболочек, постоянное чувство голода, потеря веса, частые кожные инфекции. Одним из признаков снижения чувствительности ткани к инсулину является появление темных высыпаний на шее или в подмышечных впадинах. Они могут быть признаком того, что ваш организм становится устойчивым к инсулину. При подозрении на диабет основным анализом для постановки диагноза является определение уровня глюкозы. Важно, чтобы диабет был диагностирован на ранней стадии. Таким образом диабет можно лучше контролировать, а осложнений можно будет избежать или свести их к минимуму. Лечение диабета второго типа включает сочетание изменений образа жизни и прием лекарственных препаратов. Возможно достичь целевого уровня сахара в крови только с помощью диеты и физических упражнений. Изменения или модификация образа жизни обычно включает снижение массы тела, здоровое питание. Специальной диеты при диабете второго типа не существует. Нужно сосредоточиться на употреблении меньшего количества калорий, снижении потребления рафинированных углеводов, особенно сладостей, добавлении овощей в ежедневный рацион. Нужны физические упражнения. Физической активности нужно уделять от 30 до 60 минут каждый день. Можно ходить, ездить на велосипеде, плавать или делать что-то еще, что повышает частоту сердечных сокращений. Физические упражнения можно сочетать с силовыми тренировками. Контроль уровня сахара в крови. Профилактика диабета второго типа. Похудение. Снижение веса всего на 7-10% может снизить риск развития диабета второго типа на 50%. Ежедневная активность. 30 минут быстрой ходьбы в день снизят риск почти на 30%. Правильное питание. Необходимо избегать переработанных углеводов, сладких напитков, транс- и насыщенных жиров, ограничить употребление красного и обработанного мяса. Осложнение сахарного диабета второго типа. Со временем высокий уровень сахара в крови может вызвать значительное нарушение в различных органах и системах, а именно Сердечно-сосудистые заболевания. У пациентов с диабетом второго типа в 5 раз чаще происходит развитие гипертонической болезни и шимической болезни сердца, развитие атеросклероза, развитие хронической болезни почек и почечной недостаточности. Диабетическая ретинопатия. Высокий уровень глюкозы в крови приводит к повреждению кровеносных сосудов в задней части глаз и развитию слепоты. Ретинопатия. Диабетическая полинейропатия. Эректильная дисфункция у мужчин. Частой кожной инфекции. Патология беременности. У женщин с диабетом чаще случаются выкидыши. Синдром апноэ. Во сне это состояние, при котором происходит кратковременная остановка дыхания. Развитие деменции. Высокий уровень сахара в крови может повредить мозг и повысить риск развития болезни Альцгеймера. Депрессия. У пациентов с диабетом второго типа риск развития депрессии в 2 раза выше, чем в средней популяции. Лучший способ избежать этих осложнений контролировать и управлять диабетом второго типа. А именно, своевременно принимать лекарства диабета или инсулин. Проверьте уровень сахара в крови. Питайтесь правильно и не пропускайте приемы пищи. Регулярно посещать врача для диагностики ранних признаков. Питание при диабете второго типа. Рацион при диабете второго типа должен включать постные белки. Белки с низким содержанием насыщенных жиров, включая курицу, яйца и морепродукты. Растительные белки, включая тофу, орехи и бобы. Минимально обработанные углеводы, рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, макароны и картофель, могут вызвать быстрое повышение уровня сахара в крови. Нужно выбирать углеводы, которые вызывают более постепенное повышение уровня сахара в крови. К примеру, цельнозерновые продукты, такие как овсянка, коричневый рис и цельнозерновые макароны. Низкое употребление соли, слишком много натрия или соли может повысить кровяное давление. Нужно избегать обработанных пищевых продуктов, таких, которые поставляются в банках или упаковках. Выбирайте специи без соли и используйте полезные масла вместо готовой заправки для салатов. Исключить потребление сахара, избегать употребления сладких продуктов и напитков, таких как пироги, пирожные и газированные напитки. Для питья выбирайте воду или несладкий чай. Овощи с низким содержанием крахмала. В таких овощах меньше углеводов, поэтому они не вызывают скачков сахара в крови. Брокколи, морковь и цветная капуста. Тревожные симптомы при диабете второго типа. Даже обычная простуда может быть опасной для пациентов с диабетом, если она влияет на уровень инсулина и сахара в крови. Немедленное обращение к врачу требует такие симптомы. Спутанность сознания, повышение температуры до 5 градусов и выше. Высокий уровень сахара в крови более 24 часов. Тошнота и рвота более 4 часов. Нарушение координации движений. Сильная боль в конечностях. Нарушение движений рук или ног. Контроль диабета обязательно включает регулярное посещение различных медицинских специалистов, которые помогут определить и предотвратить осложнения диабета второго типа на более ранних стадиях. Уровень сахара в крови должен контролироваться не реже одного раза в день и чаще, если состояние ухудшается.